Украинские войска отвоевали почти всю Харьковскую область и вышли к государственной границе с Россией о крупном оперативном поражении армии Российской Федерации, ситуации на Запорожской АЭС и очередном переносе референдумов, которые Москва намеревалась провести на оккупированных территориях. Поговорим с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Здравствуйте, спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру. Доброе утро. Мы понимаем, что вы не можете озвучить всю информацию, но из того, что вы можете сказать, какие новости о контрнаступлении есть к этому часу? Смотрите, давайте сначала напомним, просто все наши партнеры или представители других стран всегда забывают о главном. Война идет на территории только Украины. Только Украины. То есть все, что делает Россия, это пытается захватить географически ту или иную территорию Украины. То есть не идет какая-то абстрактная война с НАТО, не идет какая-то геоглобальная война против кого-то, не идет вообще вопрос об обсуждении каких-то чьих-то интересов. Это очень важно. Потому что многие страны начинают вести себя, в том числе, кстати, в Молдове начинаются разговоры о том, что смотрите, давайте оценим, какие были риски у этой войны, почему она началась. Россию тоже не надо забывать и сбрасывать со счетов. Так вот, ничего подобного. Россия просто в 2014 году начала, а в 2022 году, в феврале месяце, активизировала боевые действия на территории суверенного государства. И убивает здесь только граждан Украины. Соответственно, мы, когда проводим контрнаступательные действия, мы сейчас перейдем к ним, мы пытаемся, первое, освободить свою территорию, минимизировать потери среди гражданского населения. Вот вы дали статистику, практически 6 тысяч человек погибло, ООНовскую статистику нет. Погибло гораздо больше, потому что Россия воюет исключительно с мирными гражданами. Я напомню цифры. 22,5 тысячи гражданских объектов прямо или косвенно пострадали во время этой войны. Они были либо разрушены, либо нет. И всего 340 военных объектов. Сравните эти цифры, они там в сотни раз больше между собой. Что касается контрнаступления, мы об этом неоднократно, в том числе и в вашем эфире говорили, о том, что Украина воюет не по типу российской армии. У нас достаточно четко планирование поставлено на следующие оперативные направления. Нам необходимо разрушить всю инфраструктуру снабжения российской армии. Мы продолжаем это делать на всех направлениях, на Луганском, Донецком, Харьковском и Южном направлении, для того, чтобы уменьшить количество обстрелов нашей территории. Я имею в виду обстрелов наших позиций. После этого, естественно, мы выходим на оперативный простор, уменьшим обстрелы. И, соответственно, атака идет одновременно на десятках направлений. Не только на Харьковском. На Харьковском это тоже не одно направление, а одна ударная группировка. Это несколько ударных группировок, которые достаточно эффективно освободили 6000 километров. И продолжают это делать, потому что сейчас у нас по плану идет Луганская область. Луганская область должна тоже быть освобождена. И там уже начались достаточно активные действия по деблокаде Луганской области. В то же время, параллельно, долгое время Россия считала, что у нас... Ну, она же воюет в 60-70-х годах в стилистике, в технологии. Они долгое время считали, что мы будем наносить удар только в Херсонской области. Соответственно, они туда подтягивали резервы, дополнительные воинские части с Крыма, с других направлений и так далее. И таким образом они ошиблись, потому что за это время мы успели разрушить транспортную инфраструктуру в Херсонской области. И, соответственно, сейчас начинаются активные мероприятия по деблокаде именно на этом направлении. Параллельно, подчеркиваю, мы считаем, что принципиальных два очаговых места, которые окончательно поставят точку в том, как будет развиваться война. Это Крым, где будут нарастать, соответственно, диверсионные проявления, вы увидите буквально в ближайшее время. И, соответственно, Донецко-Луганское направление. Я считаю, что падение Донецка или Луганска абсолютно точно обнулят ожидания России в том, что она может выиграть эту войну. И, наконец, самое главное, смотрите, контрнаступление важно со многих точек зрения психологически. Во-первых, оно показало нашим партнерам, нашим западным партнерам, что Украина умеет не только обороняться, но и эффективно контрнаступать, пытаясь минимизировать свои потери и эффективно распределяя свои ресурсы, которые, подчеркну, меньше, чем у России существенно. Второе. Контрнаступление в таком темпе абсолютно точно поставило вопросы перед российским обществом в том, что Россия может эту войну проиграть. Если раньше они продолжали верить в то, что да, они могут, соответственно, наносить удары Украине, и рано или поздно дожмут нас, то сейчас в России начинает уже обсуждаться вопрос проигрыша, и что делать с проигрышем. Третье. Самое важное, вы о чем уже сказали, действительно, Россия не умеет воевать. То есть у них нет ни второй, ни третьей, ни десятой армии мира, у них нет качественного оружия, у них есть количество ржавой техники. Тем не менее, они сейчас демонстрируют открыто, и это очень важно, потому что это, опять же, будет менять психологию восприятия этой войны в мире. Кстати, я бы хотел, чтобы Молдова тоже начинала понимать тип войны, которую ведет Российская Федерация. Они начинают атаковать исключительно в холодное время года, атаковать критические объекты инфраструктуры. Это трансформаторы, это ТЭЦ, ТЭЦ-5 вы показали в Харькове, и, соответственно, они хотят что сделать? Они хотят заморозить, максимально заморозить, лишить света, тепла и так далее украинский граждан. Вот это очень важно. Я бы хотел, чтобы в Молдове, когда начинают разговаривать, что, может быть, не все так однозначно, и Россия это интересный партнер, перестали в эту верить сказку. Россия не надлежащий партнер, это субъект глобального права, который с удовольствием уничтожит любую страну, если посчитает, за необходимо это сделать. В начале августа вы говорили, что переговоры с Россией возможны только после ее тактических поражений. Тактическое поражение нанесено. Момент для переговоров еще не наступил? Безусловно, нет. Момент для переговоров не наступил, потому что вы посмотрите на поведенческие реакции представителей российской политической элиты, включая господина Путин. Они живут в иллюзорном мире до сих пор. Тактические поражения, видимо, еще не внушили им страх того, что будет обрушаться вся система управления в самой России. Еще это время не наступило. Да, первые признаки того, что люди начинают задавать вопросы, появились. Порядка 18 муниципальных органов власти в России, то есть это выборные депутаты муниципального уровня, уже предложили объявить импичмент господину Путину и предложить ему уйти в отставку из-за того, что он обнулил исторические перспективы России и обнулил экономику России. Но это только первые шаги. В России элита продолжает играть в разумение того, что она может ультимативно разговаривать с Украиной. Буквально об этом говорит господин Лавров, об этом говорит господин Медведев и сам господин Путин. Они говорят о переговорном процессе только на условиях Российской Федерации. Безусловно, они таким образом пытаются заигрывать со своей аудиторией, с аудиторией в Российской Федерации, которая выражает уже максимальное сомнение, и мы видим это в социальных сетях, в официальных масс-медиа российских, они выражают сомнение в качестве управления российской армией. Ну и им надо выражать, конечно, сомнения в качестве управления, политического управления России. Но между тем, смотрите, тактические поражения, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы мы в конце концов сели за стол переговоров и зафиксировали правильный финал войны, должен обязательно в военном смысле слова пасть Луганск или Донецк. После этого произойдет системное обрушение всего каркаса нынешней политической системы в России. У них начнутся нарастать очень быстро хаотические процессы, потеря управляемости собственной силовой вертикалью внутри России, начнутся вопросы, начнутся, скажем так, первые тенденции к бунтам на территории Российской Федерации. Вот после этого Россия, если захочет сохранить остатки своей государственности, сама предложит сесть за стол переговоров и выполнить все условия Украины. Еще одна важная тема, это ситуация на Запорожской АЭС. Дмитрий Песков вчера заявил, что Россия не собирается выводить войска со станции, а глава МАГАТЭРов Эль Гросси сообщил, что ведутся консультации о создании буферной зоны. Что это за консультации? Мы так понимаем, что Украина не может в них не участвовать. Давайте еще раз я зафиксирую для вас, и мы перейдем к ЗАЭС сразу, зафиксирую главный смысл всего, что мы с вами обсуждаем. Мир постепенно, к сожалению, не так быстро, как Украина, приходит к пониманию, что Россия это не тот тип государства, которое долгое время оказывал влияние и впечатление на мировые рынки. Россия гораздо более примитивна и совершенно не способна ресурсно поддерживать свои ультимативные требования. Это очень важно. Очень важно, потому что многие международные институты до сих пор продолжают играть, потому что долгое время они находились на иждивении Российской Федерации, они продолжают играть вид, что мы говорим о чем-то, что должно устраивать две стороны конфликта. У нас нет конфликта. Еще раз подчеркиваю, в Украине есть война, когда государство под названием Российская Федерация зашло на суверенную территорию и захватило объект под названием Запорожская атомная электростанция. Господин Зеленский неоднократно говорил, что не надо создавать иллюзию о том, о чем не нужно говорить в принципе. Нету никаких возможностей сделать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС без вывода российских боевиков, которые находятся на ЗАЭС. То есть там находится сегодня порядка 500-600 человек Росгвардии и вооруженных сил. Находится очень большой объем тяжелой техники, откуда они обстреливают Энергодар, Никополь и, собственно, ЗАЭС. Соответственно, есть один алгоритм решения проблемы ЗАЭС. И господину Гроссе было бы хорошо перестать играть в эту иллюзию, что никто не понимает, что он делает. Ну и равно всем остальным. Смотрите, вывод российских боевиков, формирование 10-15-километровой зоны демилитаризации. Если необходимо, введение туда посредников, военных посредников под эгидой ООН. Это могут быть голубые, белые, неважно какие каски. Или страна, третья страна. И, соответственно, передача управления ЗАЭС профессиональному персоналу Украины, который единственный, который сегодня может действительно эффективно управлять ЗАЭС и резко снизить любые риски, которые возникают. Все остальные предложения, это типа предложения урегулировать конфликт, они не проходят абсолютно и не будут обеспечивать решение той или иной задачи. Псевдореферендумы, которые Россия планировала на 11 сентября, а затем их перенесли на ноябрь. Как думаете, Москва еще попытается их провести? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Он говорит об адекватности. Вы, по сути, в этом вопросе отвечаете на такое понятие, как адекватность или неадекватность современной российской политической элиты. Они остались в 2014 году. Они реально продолжают верить в то, что можно пойти по сценарию Крыма и получить какой-то результат. Это несмотря на то, что одновременно происходят активные контрнаступательные действия украинской армии, которые практически на ноль умножают все эти инициативы. Смотрите, они в городах, о которых вы говорили, Изюм, Купинск и так далее, в Балаклее, они еще 5, 6, 7 числа проводили показательные в стиле советско-российской пропаганды мероприятия, когда давали там паспорта гражданам определенным. Там не очень много граждан, но, наверное, десяток граждан получали эти паспорта. Это были постановочные пропагандистские сценарии. И, соответственно, они там очень так вальяжно рассказывали, что они там навсегда. Вот у меня вопрос, навсегда это где? Мне кажется, что слово навсегда, это такое парадоксальное слово для российской истории теперь. Мне кажется, что России уже не будет в том виде, в котором она сегодня существует. Поэтому референдумы, я думаю, что в недалеком будущем, совершенно в недалеком будущем, мы с вами увидим уникальное явление. Проведение референдумов на части территории Украины по самоопределению этнических сообществ на территории Российской Федерации. Вот это единственный тип референдумов, которые они смогут проводить. Все остальное, это является элементами достаточно примитивной пропаганды, особенно по отношению к Украине, которая будет закончена в момент деблокады всех территорий Украины. Я понимаю, что война еще будет идти определенное время. Мы прагматично подходим к тому, что мы видим. То есть у нас война не закончится завтра. Ресурсов в Российской Федерации много, вы же понимаете. Пропаганда накрутила общественное мнение в России чрезвычайно. То есть какое-то количество людей еще готовы будут прийти в Украину, умереть здесь за непонятные ценности. Тем не менее, война будет идти по сценарию исключительно прописанного Украиной. Мы освободим свои территории. И, соответственно, после этого в Российской Федерации начнутся необратимые процессы, в том числе референдумного плана по самоопределению территории, прежде всего на Северном Кавказе. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Спасибо большое за включение в наш эфир. Спасибо. До встречи.